Доброе утро, дорогие друзья! Шавуатов! Хорошей недели всем! И мы продолжаем изучать Тору после шабата. Закончилась глава Итро. Мы прочитали про дарование Торы, в принципе. Десять заповедей описывается в главе Итро. Но, в принципе, мы находимся как раз... Это был пик такая, кульминация. Весь народ слышал две заповеди, слышал, видел. Прямо это было шоковое восприятие. И они все были в огромном-огромном шоке. От того, что они умирали, возвращались к ним души. Опять они умирали, опять возвращались к души. Потом они говорят, пускай Бог говорит с Машей Робейну, потому что мы не в состоянии этого выдерживать. И все это Бог сделал специально, чтобы они... Написано ва я амину ба ашем оба моши авдо. Чтобы они поверили. Поверили в Бога и в Моши, его раба, что это действительно он передает полностью посланец Всевышнего. Теперь, значит, это очень такой был... Ну, значительный момент, который потряс настолько еврестий народ, что с тех пор еврестий народ потрясенный. Находится 3333 года под впечатлением вот этого события. Просто всех оно очень сильно потрясло. И весь мир оно потрясло. Потому что если мы посмотрим на 10 заповедей, то окажется, что эти 10 заповедей, это основа вообще всей морали, мировой... Ну, вообще, мировая как бы... Мировая мораль, мировая система, что такое добро, зло, это все как раз базируется на этих 10 заповедях, которые мы слышали в той недельной главе. Шабулатов, всем хорошей недели. И вот, значит, мы приходим в новая глава. Называется новая глава Мишпатим. Мишпатим это переводится на русский «Постановление», «Законы». Глава называется «Законы». И, значит, начинается она... Вот сейчас мы как раз будем ее изучать. Посмотрим, значит... Посмотрим, что в ней написано. Но вначале идея, вот идея как раз Любавишеского Рэбэ, обретение неба на земле. Сегодня 21-я Швата. И тут вот как раз есть в сборной Тихитос, которую мы изучаем, есть 2-2 идеи, до недельной главы еще. Первая идея звучит так, что хасидские, женые и дочери обязаны стоять в первом ряду, укрепляя соблюдение еврейского закона и иудаизма в целом. А в частности, в сфере чистоты семейной жизни. То есть Рэбэ говорит так, что дом и Тора в доме зависят от женщины. И так как женщины воспитывают детей, так как женщины с ними проводят больше времени, то он очень сильно обращал внимание женщин, насколько важно усиливать в себе, да, усиливать в себе Тору, любовь ко Всевышнему выполнению заповеди. Потому что здесь очень интересная вещь, что есть два способа что-то помнить. Два способа что-то помнить. Первый способ что-то помнить – это шок. Когда человек получает сильный эмоциональный заряд от чего-то, то он это моментально запоминает. Но дальше, если он это не повторяет ежедневно, то у него наступает забывание, потому что ум постоянно заполняется какими-то новыми впечатлениями, новыми какими-то идеями, новыми какими-то возбуждениями и интересами. И ум, он работает на том материале, который он получил сегодня. То, что ты получил когда-то, оно постепенно затирается. Поэтому очень важно, невероятно важно каждый день учить Тору. Каждый день обязательно учить, повторять. Причем мужчинам это делать в принципе проще. Потому что мужчины три раза в день, когда молятся, они в любом случае повторяют Тору. Они в любом случае соединяются со Всевышним через вот эти вот три обязательных молитвы в день. Шахарид, Минка и Аравид. Но женщины, которые могут молиться один раз в день, то у них нет постоянного соприкосновения со словами Торы, со словами Всевышнего. Поэтому им обязательно нужно усиливаться в изучении Торы. Так говорил любая честная рэбэ. И вторая идея, которая относится к сегодняшнему дню, это все проблемы мира коренятся в сдерживании света. И наша задача исправить это положение. Где бы мы не нашли свет, следует освободить его из клетки, показать его всем, дать ему сиять в темнейших уголках земли. Особенно это касается света в нас самих. То есть человек, он опять же устроен, как калейдоскоп такой, да, фрагментарно. То есть человек, он состоит, например, из тела, эмоций, мыслей, душа, тела. Дальше у него есть сознание, подсознание. Дальше у него есть разные субличности. Он может находиться в одной из трех там субличностей. Ребенок, взрослый, родители по одной из классификаций. И у человека постоянно, как калейдоскоп, что-то захватывает его мышление. И он находится в каждый момент времени, он находится в какой-то мысли, в какой-то схеме, в каком-то размышлении. И иногда это свет, иногда это не свет, иногда это такая тьма, что дальше некуда, да, темнее некуда. И поэтому, поэтому, очень важно, если ты, во-первых, нужно искать свет, искать свет в себе, искать свет вокруг, присоединяться к светлым людям. И если ты нашел свет, его этот свет надо усиливать. Вот поэтому мы как раз и основали платформу Воикра на этой основе. То есть мы хотим, каждый, кто чувствует, что он может делиться внутренним светом, как преподаватель Торы, вот тот же там Вадим Зинович Рабинович, да, он каждое утро, он сам присоединяется к свету, и хочет его передать. И, кстати, тут интересно, что когда ты передаешь кому-то слова Торы, когда ты их вслух произносишь, когда ты хочешь передать этот свет, то у тебя с каждым разом его становится все больше и больше. Поэтому, если вы находите какую-то идею в Торе, которая вас зацепила, зажгла, как говорят, есть такое слово красивое, инсайт, инсайт, то есть у вас есть инсайт, это внутри у вас такой, как включился свет, то обязательно нужно этот инсайт распространить дальше, и мы очень благодарны вам за вашу помощь в распространении уроков Торы, то есть этим самым мы вместе становимся, как бы усиливаем этот свет, вот то, что сказал Рэбе, и так обретается небо на земле, то есть когда вокруг тебя много света, то ты живешь прямо как в небе, как в раю. Хорошо, теперь, значит, недельная глава, недельная глава Мишпатим, начинается с фразы «Вээля Мишпатим», и это вот эти законы, которые я ставлю перед вами. Значит, Машер Абену начинает передавать еврейскому народу на все поколения и всему миру через Тору, начинает передавать вот эти законы и постановления. И когда мы сейчас прочтем первые законы, то мы увидим, что эти первые законы очень странные, они очень сильно отличаются от таких каких-то возвышенных идей, которые мы ожидаем, что сейчас вот Тора это что-то такое прямо небесное, возвышенное и так далее. Сейчас мы увидим первый закон. Первый закон звучит так. Если купишь еврейского раба, шесть лет пусть он работает у тебя, на седьмой день пусть выходит на свободу безвозмездно. Как это вообще? Откуда? Только что все стояли, все на уровне пророчества, все стоят на горе Синае, у всех есть золото, которое они вынесли из Едипта за то, что они отработали там много лет рабами, и тут Всевышний все возвращает. Каждый был с огромным запасом золота. И как минимум все на уровне пророчества, все свободные люди, абсолютно в равном статусе. И тут первые им сообщают, Маше Рабаену закон. Когда купишь ты еврейского раба, шесть лет он будет у тебя работать, и потом на седьмой год выйдет на свободу безвозмездно. В смысле? Спрашивают его евреи. Как? Откуда еврейский раб взялся? Мы же только что, мы вышли на свободу из рабства. Мы рабы у Всевышнего, да? То есть Всевышний нам открыл Тору. И тут, оказывается, мы опять кому-то будем в рабстве? Что это за закон такой? Оказывается, закон следующий. Что если кто-то украл у кого-то что-то, да? Допустим, какой-то еврей по имени Шимон украл у другого еврея в Израиле уже по имени Реувен. Украл у него овцу, например, да? И вот он украл у него овечку. И, значит, эту овечку он зарезал и сделал из нее шашлык. Его поймали. Поймали его, и ему говорят, смотри, овечка стоит 100 долларов, значит, ты должен за эту овечку вернуть в 4 раза. Потому что ты ее убил, продал, значит, ты должен 400 долларов. Он говорит, я не могу вернуть 400 долларов, у меня нету. Я все деньги потратил на наркотики. На наркотики, алкоголь и прогулял их, да? Что делать? Его ведут в суд. Он говорит, а у меня ничего нету, вообще ничего нету. 400 долларов должен? Должен. Значит, его продают тогда суд, его продает в рабство. И он должен отработать эти 400 долларов, чтобы отдать их хозяину овечке. Значит, это называется эврестерат. Причем продают его только в хороший такой порядочный дом, где он увидит, что можно жить и без наркотиков, и без алкоголя, и что можно не воровать, можно нормально зарабатывать. То есть его продают в дом какому-нибудь там зубному врачу. Или его продают в дом какому-нибудь там земледельцу, который выращивает, выращивает помидоры. И он, значит, там, то есть это не то, что он раб, которые как-то там над ним издеваются, нет. Он работает, все деньги, которые он зарабатывает, идут в погашение его долга. Если долг был большой, допустим, он украл не овечку, а он украл бриллианты и стоимостью там миллион долларов, то он должен работать будет 10 лет, чтобы их отдать. Но когда проходит 6 лет на седьмой год, он выходит в любом случае на свободу, даже если он ничего не отработал. Дальше объясняются с ним разные детали. В мельчайших деталях обсуждается его ситуация. А если он женат, то что? Тогда тот, кто его купил, он же его купил не чтобы заработать. Он его купил, это большая заповедь, чтобы помочь человеку встать на правильный путь и вернуть тому деньги, у которого украли. То есть те, кто покупали еврейского раба, они выполняли огромную заповедь по перевоспитанию человека к лучшему и по возвращению денег тому, у кого украли. И получается, что... А если он был женат? Так тот, кто купил еврейского раба, должен был его жену и детей обеспечивать. Представляете? То есть тот какой-то наркоман, алкоголик, женат. И тут, значит, украл он на миллион долларов бриллиантов. Бриллианты пропил. И, значит, его выкупают. И теперь в хорошем там у врача, в хорошем доме таком, кормят его, этого еврейского раба, кормят всю его семью и перевоспитывают. То есть задача была не наказать, а задача была его перевоспитать. Нет, эти законы сейчас в Израиле не действуют. Ноя Ходорковская спрашивает. Нет, не действуют. Эти законы были даны в... Как раз вот это Тора. И какие-то законы Торы, они... Все законы Торы, они обязательны на все времена. Но мудрецы, которые являются хранителями Торы, они в каждую эпоху, в каждом поколении, они определяют, как выполнять эти законы. И в наше время этот закон невозможно выполнять, поэтому он в наше время не выполняется. Дальше обсуждается, ну там, если он женат, а если у него дети, а если он женился. Вот. И тут мы дошли до очень важного места. Теперь прошло 6 лет. А в это время, в эти 6 лет, если он был женат, у него были уже дети, то господин этот, тот, который его купил, он может ему дать в жены еще и рабыню. Причем рабыню такие были кананские рабыни. Это были рабыни, которые не еврести, которые кананские рабы. Это были идолопоклонники, которые жили там, кананские народы. В общем, они были в рабстве таком полном, да, рабстве. Передавались по наследству, они не могли выйти на свободу. Только если их отпускал на свободу их хозяин. И вот хозяин этот, он берет этого еврейского раба и дает ему в жены кананскую эту рабыню. Для чего? Чтобы родились дети. Он видит, что этот человек, несмотря на то, что он наркоман и алкоголик, но он очень, в принципе, он хороший человек. И он хотел бы, чтобы вот эта кананская рабыня родила от него детей. А кананские рабы, они были в статусе, как они должны были выполнять какую-то часть большую заповеди. Они верили обязательно в единого Бога. То есть они, в принципе, были по статусу такие не идолопоклонники, но и не евреи. Если их отпускали на свободу, то они становились евреями сразу, да. И, значит, в общем, идея такая, что вот этот еврейский раб, которого продали на время в рабство, и если он говорил «люблю моего господина, мою жену, моих сыновей, и не хочу я на волю», значит, у него была возможность и настолько у него была хорошая жизнь. И, в принципе, очень много людей, мы видим здесь природу человека, да, то есть психологическая природа человека, когда у человека его кормят, его поят, у него, знаете, как многие, которые сидели долго в тюрьме, они, когда приходило, наступало время выходить, они очень боялись, и не хотели выходить на свободу, в советское даже время, они говорят, тут мы в тюрьме уже знаем, они уже там 10-15 лет отсидели, у них есть там уже какой-то статус, их кормят, у них есть где жить, есть одежда, и они знают тюремную жизнь, а выходить на волю, они, значит, выходить на волю, они не знают, что там будет, и они или же, то есть они выходили, делали какое-то преступление, и тут же возвращались обратно в тюрьму, есть такие люди, которые и по 25 лет, и по 30 лет сидели, чтобы, они уже там знают как, а на волю не знают как, и вот это вот стремление человека к стабильности, даже если эта стабильность, она такая, очень безнадежная, без надежды, без каких-то, она есть у человека, то есть это природа человека, и мы здесь видим, что прошло 6 лет, и он говорит, я люблю своего господина, я люблю свою жену, своих детей, не хочу никуда выходить на свободу, что тогда? Тогда его господин приводит его к судям, к бездину, и подводят его к двери или к косяку, и прокалывали его ухо шилом, и он будет ему служить до 50-го года, Йовель, это как юбилейный 50-й год, он будет служить у него до 50-го года, задают вопрос, а зачем вся эта процедура, ему ухо прокалывали шилом, правое ухо прокалывали шилом, и его именно к двери как бы прикалывали шилом, вообще непонятно, да, то есть он сказал, я хочу остаться в рабстве, значит, навсегда, почему ухо прокалывать? Значит, оказывается, ухо прокалывать, есть несколько в Талмуде версий на этот счет, но, в общем, сводится все к тому, что ухо это, которое слышало на горе Синай, что рабы вы для Бога всесильного вашего, это же самое ухо, которое понимает, что он во всем зависит от Бога, что во всем, в принципе, человек во всем, во всем, во всем зависит от Всевышнего, и у него должен быть один хозяин, это Всевышний, да, Бог, хозяин мира, и у человека должен быть один хозяин, Бог, хозяин мира, и, в принципе, все взаимоотношения человека, они должны быть, я со Всевышним, Все, что Всевышний сказал, я делаю. Всевышний обо мне заботится, я раб Всевышнего. Это та схема, которую Всевышний предложил. Но здесь человек, он говорит, нет, я хочу над собой хозяином человека. То есть, я верю, что моей жизнью управляют, и хочу, что моей жизнью управлял не Бог, а человек. И, значит, то ухо, которое я слышала на горе Синаеш, что я Бог, который вывел вас из земли египетской, из дома рабства. И то же ухо, которое сказала потом, я хочу быть рабом, значит, прокалывает ему это ухо. И очень удивительно, я сейчас вот смотрю на людей, которые, знаете, прокалывают уши вот такие, еще сюда вставляют такое кольцо, в нос вставляют кольца. То, что раньше так именно рабы так выглядели, то есть люди себя как бы осознанно ставят в вид, а клеймо в татуировке, это клеймо, это как клеймили тоже, рабов клеймили, скот клеймили и так далее. То есть те люди, которые ставят на себя клеймо, вставляют в уши и в нос вот эти вот кольца и так далее, то есть это, ну, это потребность, выражение потребности, чтобы был над тобой хозяин. И это очень такая потребность, ну, она есть у людей, в принципе, что тут сделаешь, она есть. То есть люди не хотят брать ответственность сами за свою жизнь, не верят, что есть Всевышний, который их любит и который о них заботится. Значит, у них какой выход? Найти кого-то виноватого в своих проблемах и кого-то, кто будет для них хозяином, которого они посчитают, что вот от него зависит наше счастье. Поэтому вот так любят диктаторов в странах диктатуры, то есть когда умирал Сталин, люди плакали, что ж с нами теперь будет. И я скажу, что даже не в диктатурах, в Израиле, например, 20 лет был премьер-министр, ну, долго очень, был не Таньягу. И я тоже очень его, как бы, думаю, ну, классно, 20 лет человек, стабильность, спокойствие и, значит, и что? И казалось, что когда он уйдет, все разрушится. И мы видим, что ничего не разрушилось. Но потребность человека иметь над собой хозяина, она есть. И мы в Торе видим вот этот вот психологический закон. Дальше рассказывается закон про то, что если продаст в Итиемкор Иш Эдбито Ляма, а если человек продаст свою дочку в рабыне, значит, дальше рассказывается законы про дочку. В то время была очень страшная жизнь. Я вам скажу, что во времена еще, ну, вот мы живем последние, можно сказать, 50 лет. Это просто вообще прорыв в истории человечества, в медицине, в науке, в энергии там, во всем. То есть мы живем просто в раю. Как бы это ни казалось странным, но относительно того, как жили люди еще 100 лет назад, 100 лет назад, там, какая-то испанка, эпидемия уносит миллионы жизней, там, нету, нету, антибиотиков не было 100 лет назад. И люди там, аппендицит умер, воспаление легких умер, детей там, 8 детей родили, четверо умерли в детстве, не дожив до 5 лет. То есть это была, это норма была, 50% детская смертность. Это 100 лет назад всего. То есть ужасы были, просто страх и ужас, в котором жили люди. А 3000 лет, когда была донатора, было еще в 100 раз страшнее. То есть тогда просто не то, что антибиотиков не было, электричества не было, не было, вообще ничего не было. То есть была дикая, совершенно дикая жизнь, в которой большинство людей умирали от голода, просто от голода. Потому что вот один, нет же холодильника, два неурожайных года, полстраны вымерло. Три урожайных года, налетели кочевники, полстраны вырезали, полстраны угнали в рабство. То есть хорошо живет народ, его захватывают. Плохо живет народ, умирает от голода. То есть была очень тяжелая, жуткая жизнь. И когда у человека была дочка маленькая, и он видел, что он не знает, что с ней делать. Он ее продавал в хороший дом, чтобы потом, когда она вырастет, после 12 лет, когда она вырастет, чтобы женился на ней хозяин. Ну как бы, он ее отдавал в принципе как в жены, да. Он видел, что он ее прокормить не может. Она у него или от голода умрет, или от холода. Ну это был вопрос выживания. Вот кто-то там шлет гневный такой момент, но когда у тебя есть выбор. Или твой ребенок, не дай бог, не твой там, чтобы ни у кого такого никогда не было. Ну или ребенок умрет от голода. Или она в хорошем доме, будет работать до 12 лет, а потом на ней женится. Или ее отпустят обратно, но уже она умеет с профессией, там она знающая и так далее. То, значит, некоторые, это не все, но была такая возможность продать ее, это как слуди такие были, да. Дальше рассказывается очень много законов, которые регламентируют ее пребывание в этом доме. Ее нельзя обижать и так далее. Если потом, когда она выйдет замуж, то тогда ее нельзя лишать еды, одежды и супружеской близости. То есть тот, кто на ней женится, у него есть обязанности, как брачный договор, и он не имеет права ее лишать вот этих трех главных вещей, которые по Торе мужчина обязан жене кормить ее, одевать ее и жить с ней, да. То есть у него есть обязательства, все очень регламентировано. Дальше идет закон, если кто-то ударит человека, и он умрет, смертная казнь, там и так далее. То есть дальше идут такие законы, которые начинаются вот прямо с такого нулевого уровня. Самые-самые низменные и ужасные ситуации разбираются, в которые человек может попасть, и разбираются, что в этих случаях делать. И почему после такой высоты, когда они были на уровне пророчества, им дали вот такие вот законы, которые просто, ну как бы вообще, как будто бы они в джунглях живут, да. Потому что в человеке есть вот эта вот часть, земляная такая, земляная животная часть, которая есть, а она была, есть и будет. И то, что человек в какие-то моменты своей жизни поднимается на уровень духовного озарения, духовного просветления, он видит Всевышнего, он молится, он плачет, он святой. Это факт, он был святой, а через день он может делать совершенно страшные вещи, а потом опять он может подняться в состояние святой. То есть получается, что человек он очень фрагментарный, и если ты не будешь, не будешь поддерживать себе ежедневно вот эту вот свою духовную часть, не будешь ее усиливать, подкармливать, работать с ней, напоминать себе, что я это моя вот эта вот высшая духовная часть, часть Всевышнего. И вот та животная часть, которая тоже я, которая есть во мне, это не тот я, которого я хочу выпустить на волю, но он есть. И это нам Тора показывает без обмана, не скрывая и говорит, да, вот эта часть есть в людях, и свобода выбора, выбирай. Если ты будешь выполнять мои заповеди, много-много раз в Торе Всевышний говорит, все в твоих руках, будешь выполнять заповеди, будет все хорошо. Не будешь выполнять заповеди, значит, вот эта твоя животная часть, она победит, и тогда ты сам включаешь себе, как бы, ты можешь идти или по прямой освещенной дороге, или ты сам заходишь в какие-то джунгли, в которых всякое может быть. Кто выбирает, ты выбираешь. Хочешь усилить духовность, учи Тору, молись, читай псалмы, думай об этом, общайся с людьми чистыми, светлыми. Хочешь усилить грязь, свобода выбора. Все, так что я вам советую, желаю, чтобы было всем нам много благословений, чтобы мы усиливали в себе вот эту духовную сильную часть. Против вот этого Ецарара, злого начала есть очень хорошее средство. Это Тора, потому что когда ты постоянно духовный свет впускаешь себе в голову, то ты тогда не сможешь согрешить, то есть ты находишься как под защитой Всевышнего. Все, поэтому всем, чтобы было в жизни больше Торы, больше света, больше молитвы, больше благословений Всевышнего и больше благодарности Всевышнему. Это тоже очень сильное средство, усиливающее свет, все время говорить Всевышнему спасибо, 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 спасибо за все. Спасибо за то, что вы пришли. Спасибо за то, что делитесь уроками этими, помогаете, поддерживаете Ваикру, поддерживаете лекторов. Все, всем удачи и успехов, и чтобы было Рифа Штума всем выздоравливающим и всем, кто учит Тору. Все, всем удачи и успехов. Спасибо.